Час утром и столько же вечером. Для жизнерадостного лабрадора это возможность не только сходить по своим собачьим делам, но и необходимая активность. Хорошие манеры этому парню проявили с детства, и пес четко понимает, где можно задрать лапу, а где этого делать нельзя. Я не разрешаю собаке ходить в туалет на придомовой территории, даже когда мы заходим за дом, пока мы не вышли за этот забор строительный, я не разрешаю ходить собаке в туалет. Почему? Потому что это неприлично. Ну то есть кому приятно смотреть на какашки собачьи, никому же. Мне было бы тоже это неприятно. Поэтому, мне кажется, логично и правильно. Воспитать подобную сознательность в остальных владельцах уже давно пытаются при помощи строгих правил. Обочины и дворы говорят о другом. Ни владельцы животных, ни тем более сами питомцы о запретах не в курсе. Три года назад в Лануде приняли правило выгула домашних животных. Это означает, что гулять с собакой можно только в строго отведенных местах. И убирать за ней, где бы она ни присела. Особенно, если это случилось в подъезде, на тротуаре или в любом другом месте жилой зоны. Что делать, если гулять негде и вместо пустыря или лесной опушки каменные джунгли? Попросите обустроить площадку во дворе. Я думаю, что наиболее удобной зоной для выгула домашних животных это все-таки предновая территория является. И для этого мы рекомендовали управляющим проработать все-таки вопрос с жителями, чтобы они определили на предновой зоне у себя место для выгула и обустроили эту площадку. Мы можем просубсидировать установку. За годы действия закона этим правом никто не воспользовался и ни одной новой площадки не появилось. На весь Улан-Удэ всего 18 мест выгула домашних животных. Большая часть из них – 10 мест в Октябрьском районе. Остальные поровну разделили между собой советский и железнодорожный. И только в двух точках из 18 места выгула оборудованы специальными площадками. Одна из них здесь, в парке Орешково. Собакам воля, хозяевам нет. Их ждет специальный совочек. Убирать за питомцем нужно даже здесь. Почти все послушно выполняют требования. Площадку еле выпросили и лишиться не хотят. У меня с собой пакетик всегда. Серьезно. Всегда. Я всегда за свою собаку убираю. Обязательно нужно за собой убирать. Разумеется, таких собачников единицы. Большинство не парятся. Может быть потому, что еще ни разу не платили штраф. Нарушения у нас выявляются специалистами нашего управления, а также специалистами администрации районов города ВНУД при проведении рейдов по территории города. Либо по обращениям граждан. Любое обращение мы обязаны рассмотреть. Если подтвердился, установлен владелец, конечно, мы уже можем привлечь к административной ответственности. Пойманных с поличным собачников штрафуют оптом. До 1000 рублей за нарушение правил выгула и столько же за отсутствие у собаки регистрации. Все владельцы собак, физические или юридические лица обязаны зарегистрировать животные. На сегодняшний день на территории города ВНУД зарегистрировано свыше 11 тысяч собак, ну и где-то около 50 голов кошек. Я думаю, это малая часть того, которое животных имеется на территории города ВНУД. При регистрации домашнего животного данные о владельце и его собаке вносятся в нашу местную базу. Полное описание, то есть животного вносится. Кличка, окрас, порода, дата рождения. При регистрации каждое животное получает или специальный жетон, или под кожу вживляется микрочип. Стоимость жетона всего 500 рублей. Микрочип обойдется примерно в 300, но он поможет в каждом случае, если собачка убежала без пашинника. Эта пушистая леди с чипом ходит уже 4 года. Служба обязывает. Но ее хозяин уверен, такое удостоверение личности необходимо каждой собаке. Мое личное мнение, для владельцев особенно, чип – это необходимая вещь. В том смысле, если вдруг собака потеряется, владелец всегда может доказать, что это именно его собака. Сегодня в Улан-Удэ по примерным подсчетам 50 тысяч домашних собак. Это означает, что каждый день на улицах города появляется минимум 100 тысяч новых кучек. Даже те владельцы, которые пытаются выгуливать собак по правилам, говорят, систему за 3 года так и не отладили. Хотелось бы иметь какие-то сопутствующие вспомогательные вещи, типа пакетики, специальные лопатки. В других странах это все продается, у нас этого нет. Хорошо, я возьму маечку, я возьму там какой-нибудь совок с метелок. Но куда я все это понесу? Я сложила сильно пахнущие какашки, извините, в пакетик. Я понесу их через детскую площадку в мусорку. Нет. Я возьму, выкину около подъезда в урну. Тоже нет, так нельзя. Я возьму с собой в лифт. Заходят люди после работы уставшие. Там на весь лифт, извините, пахнет непонятно чем. Предлагаем чиновникам подумать и довести правила выгула до ума. Подсказка. Можно обратиться к опыту Гонконга и других развитых стран. А после этого с чистой совестью штрафовать. Евгения Геранина, Вячеслав Батоев, телекомпания АТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова